Здравствуйте, дорогие друзья! Это «Ответы на вопросы» для библейского портала «Экзегет». В Евангелии от Матфея Господь говорит следующую фразу «По вере вашей да будет вам». Мы с вами сможем проследить сам контекст данной фразы. «Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов». Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему и говорит им «Иисус, веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему «Ей, Господи!» Тогда он коснулся глаз их и сказал «По вере вашей да будет вам». Но что же это значит? Вера ли только во Христа, или же вера в что-то сверхъестественное, или вообще любая вера будет исполнена в жизни человеческой? В свое время на телеэкранах появился такой очень опасный для духовного восприятия мира фильм, называется «Секрет», в котором говорилось о том, что для того, чтобы получить просимое, или вообще стать богатым, например, нужно просто говорить себе, настраивать себя, что «Я богат, я богат, я богат», и богатство придет к тебе. Также «Я здоров, я здоров, я здоров», и человек выздоравливает. Действительно, мы с вами в некоторых случаях связываемся в медицинском плане с таким понятием, как плацебо или психосоматика. Это встречалось на протяжении долгих-долгих лет развития медицины в истории человечества, когда даже газеты 19-го, 18-го или 20-го веков говорили о том, что покупайте то или иное лекарство, пока оно еще действенно. Ну как это возможно? Лекарство, что теряет свое действие? Нет. На самом деле некоторые люди, употребляя в пищу какие-нибудь травы, или, например, уверенные в том, что именно ложка меда по утрам способна им помочь в том или ином заболевании, иногда действительно получали исцеление. Но здесь речь шла не о вере, а о уверенности, о настроении. Это скорее область психологии, область психиатрии, область неврологии, область наших телесных действий. Здесь же мы видим сверхъестественное явление, когда Господь Иисус Христос исцеляет тех или иных людей по их вере. Что же есть такое вера? Вера или доверие? Вера — это не просто уверенность. Вера — это доверие Богу. И вот доверие Богу может быть связано и с тем, что я хочу что-то изменить в своей жизни. Я доверяю Богу, что Он тоже хочет это сделать. И слепых, идущие за Христом, а для них явно это было не самым комфортным путешествием, ибо слепому человеку сложно передвигаться. Они явно идут с верой, они явно идут с уверенностью, что этот человек добр, что он хочет им добра, и что он исцелит их. Иначе они бы просто не проделали этот путь, если бы у них не было доверия. В нашей жизни происходит то же самое. Нет, например, автоматизма в принятии тех или иных таинств, или священодействий, или молитв. Именно вера должна быть основанием нашей молитвы Богу, нашего прошения. Именно вера должна быть основанием нашего участия в таинствах. Священник, вынося чашу на литургии, говорит «Со страхом Божиим и верою приступите». Вера в данном случае играет одно из ключевых значений для данного таинства. Нет, я ни в коем случае не считаю, что человек, причастившись без веры, не получает тело и кровь Христова, а причащается просто хлеба и вина. Но он-то ожидает, что, получив волшебную таблетку, он спасется от всех проблем, что вот сейчас, вкусив от плоти Христовой, он станет в то же мгновение, просто посредством данной ритуалистики, станет святым, у него все станет хорошо. Нет. Таинства действуют совершенно иначе. Та же самая с исповедью, когда многие люди сегодня, например, готовятся к венчанию. И в качестве подготовки им необходимо прийти к исповеди и к причастию. Так вот, если это происходит просто банально, тривиально, совершенно без всякой веры, без всякого желания приступить к таинству покаяния, действительно изменится, исповедь будет во зло этому человеку. Потому что думать-то он будет, что все хорошо, а на самом деле усугубит свое состояние. Так же в плане причастия. Если мы с вами подходим ко Христу без этой веры, без желания хотя бы ее усилить в себе, не как чувство, а как дело веры, о чем говорит апостол Павел. Дело веры, труд любви, терпение, упование. Так вот, если без этого, то это не принесет должного плода, хорошего плода. Это скорее принесет некое обожжение благодатью. Здесь нужно помнить, что благодать Божия — это своего рода меч обоюдоострый, как и Слово Божие. Оно может и ранить человека, но оно может и помочь человеку. И Христос, войдя в наше с вами естество, может изменить нас, искупить нас. Благодарю всех за этот вопрос. Он действительно интересный. И до новых встреч. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...